Ну как ощущения? Ощущения супер! Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня долгожданное видео о покупке моего автомобиля. Честно сказать, я долго репетировала, как я буду сидеть и рассказывать о том, что я купила себе машинку. И наконец-то этот день настал. Дело в том, что полгода назад я начала искать машину и рассказывала вам подробно в мукбанках о том, что я ищу автомобиль. И действительно, тогда я его хотела купить, но, к сожалению, не нашла вариант, который меня бы устраивал на 100%. И как-то, знаете, я утомилась этими поисками и в конце пришла к выводу, что вообще мне машина не нужна. А я предлагаю начать с самого начала. Приятного вам просмотра! Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сама не могу поверить, сегодня настал день Х. Сегодня мы с братом едем смотреть три машинки. Одна из которых находится в салоне, она синяя, безумно красивая и стоит, кстати, очень дорого, дороже, чем все остальные. Одна черная, другая белая. В общем, все эти модели такие оптима, а свеженькие такие, не старые. Там одной три года, другой четыре, третьей пять лет. Ну, в общем, не старушки, так скажем. Вот. И мордочка у них такая новая, просто звери. Я не знаю, получится это сегодня или нет. Найду я свою судьбу сегодня или нет. Но в любом случае, это видео выйдет, когда я уже куплю себе машину. И покажу вам, между какими вариантами я сомневаюсь. Сейчас я уже накрасилась. По идее, мы должны выходить из дома в 12. Но сейчас позвонил брат и сказал, что отменяется давай пораньше. Поэтому сейчас я переодеваюсь и спускаюсь вниз. Я специально надела синее платье. Знаешь, почему я его надела? Нет. Как ты думаешь, почему я его надела? Ты уже сделала мысленно выбор. Не, на самом деле мы сейчас едем смотреть синюю машинку. Но дело не в этом. Когда я покупала свою квартиру, я была в этом платье. Точнее, не оформляла, а шла смотреть свою квартиру. Я была в этом платье, поэтому я подумала, что это удачное платье. Надо надеть именно его. Все, удачи тогда. Первая машина, с которой мы начали наш просмотр, это Kie Optima синего цвета. Очень красивая машина, очень аккуратная. Но единственный минус, это американка. И спидометр здесь в мире. А так, цвет машины, состояние просто обалденное. Вы посмотрите, какая красотка. Прям смотришь, нарадоваться не можешь. В общем, очень понравилась эта машина. Если бы не этот фактор, то мы бы ее с удовольствием взяли. Дальше мы решили направиться в салон Infinity. Здесь были вот такие масечки, как она мне понравилась. Эта машина, это просто нечто. Как вам? Пишите в комментариях. Особенно это белое. Вообще супер. Я изначально хотела седан. То есть джипы я вообще не рассматривала. Или вот это. Но мне кажется, в белом цвете смотрится гораздо выигрышней. А вы пишите ваше мнение в комментариях. Вот эта Infinity прям красотка. Вот самое то, самое что надо. Решили еще рассмотреть Kie Optima 2021 года. Здесь экран сенсорный. Как-то тесноватый, если честно. Но внешне похоже на зверя. Цвет какой синий. Мне почему-то очень хочется синюю именно машину. А еще мордочка здесь такая симпатичная. Дальше мы решили смотреть и другие машины. Увидели эту Chevrolet Malibu. Мне честно, внешне эта машина безумно нравится. Посмотрите, какой салон. И стоит она недорого абсолютно. Мне нравится абсолютно все в этой машине. Но, к сожалению, наш мастер, так скажем, не рекомендует брать именно эту модель. И вообще Chevrolet в целом. Он говорит, что это проблемная машина. Ты замучаешься с ней. Поэтому не советую. Ну, прям в самое сердечко этот салон. Что ты тогда позвонишь? Мы сейчас еще Malibu посмотрели. Она дешевле получается. Там еще красный салон. Это нечто. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что это твоя первая машина. Ты ее все равно угробишь. Поэтому ничего от нее не останется. А как хорошо братик знает меня. Главное, чтобы мотор был целый. И надеюсь, что с мотором до мотора ты не доберешься. А для меня самое главное, чтобы салон был красивый. Внешне она была без царапин. Такая мазичка, чтобы была. Хорошо. Смотрите, как по-девчачьи. Мне очень нравится. Вот я прям долго топталась. Садилась в эту машину. Потом выладила. Потом села в Ford. Но в Ford это Ford Fusion. В Ford Fusion мне было не очень комфортно. А мне почему-то казалось, что сейчас лобовое стекло упадет мне на голову. То есть не очень комфортно мне было. Я не чувствовала себя прям как будто в своей машине. В своей тарелке. А что касается Малибу. Это, конечно, прелесть просто. Но там, кстати, не было люка. В этой машине, к сожалению. Но в конце к нашему мастеру поехала совершенно другая машина. Мы уже едем домой. У нас есть несколько вариантов, которые нам понравились. Но все-таки мастер рекомендует взять Киев. Нежели шиндалет в Малибу. Хотя Малибу обходится дешевле. Она мне нравится больше. Она как-то посвежее, намного дешевле. Но все равно. Мастер сказал, главное выбирать по цвету платье. Мы, кстати, с тобой одинаково одеты. В одной цветовой грамме. Да, точно. Поэтому в голове каша. Если честно, белая Кия, она дорого обходится. И снижаться она не хочет, так скажем. Поэтому мы решили немножко подумать. Взять тайм-аут небольшой. Затем прошло полгода. И я поняла, что нет. Все-таки мне машина нужна. Первый раз я сомневалась. Я думала, может, докопить до квартиры и купить квартиру. А потом я поняла, что квартиру мне просто не по силам купить. Потому что цены очень сильно подскочили. Плюс это война в Украине. И все эти политические моменты. Отсутствие монетизации. В общем, не будем о грустных моментах. И я как бы полгода назад для себя решила, что все-таки машину я себе покупать не буду. Но потом я поняла, что все-таки машина это комфорт. Конечно, во мне был огромный страх вождения. И это не отнять просто. Но любую цель надо ставить перед собой и идти до конца, пытаться ее достичь. Через полгода я поняла, что все-таки автомобиль я хочу. Начала ездить с инструктором. И сказать честно, инструктор вообще поменял мое мнение о вождении. Я боялась абсолютно всего. Но вот эти 11 уроков кардинально поменяли меня. Я поняла, что это все не настолько страшно, как я себе представляю в голове. Сказать честно, когда я пошла к инструктору на обучение, я просто думала научиться водить. Просто потому, что это нужно. Но не думала, что прям на 100% я куплю себе автомобиль. Но где-то на пятом занятии я поняла, что 100% я себе возьму тачку. Ну что, мои хорошие, настал день Х. И сейчас мы были в банке. Вытащили мой депозит. Сейчас ждем его брата. Он еще не проснулся, прикиньте. Едем в ГАИ. И на улице тоже такой дождик, атмосферненько. Мы попали, к сожалению, на время именно пробки. Поэтому до сих пор едем. Едем долго. И вообще на другой конец города. Это очень далеко от нас. И за рулем здесь братик. Опять? Минуточка позора. Обратно уже буду ехать я, наверное. Еще брату кое-куда надо заехать. Те же надо по работе куда-то. Ну, сейчас еще пока не звонили. Но если позвонят, то, соответственно, оттуда поедем. А, ну все. Тогда я тебя отвезу. И вообще буду твоим личным водителем. Хорошо. Мы, к сожалению, едем обратно. Потому что я прописана в деревне. А здесь это все осуществить нельзя. Поэтому я еду домой, беру документы от своей квартиры. И буду прописываться у себя. Я позвонила вроде как в Асанхидме. И мне сказали, что это займет буквально полчаса прописать вас. Поэтому я думаю, что лучше прописаться здесь. И приехать обратно. И сегодня, если получится, все решить. Чем ехать туда в хачмаз, деревню там, где я прописана. Тем более, я уже давно хотела поменять место прописки. И когда я на права сдавала, это была проблема. И сейчас это проблема. И вечно это проблема. Поэтому лучше решить этот вопрос раз и навсегда. Но очень печально, что надо сейчас обратно ехать. Но что делать? Придется. Депозит я уже вытащила. Денюшки. Это все здесь. Да, самое главное решить вопрос. Ничего страшного. Я уже здесь. Нужно поменять место прописки. Мне сказали, что это займет около 15 минут. Пока ждем. Мы тут едем обратно. Смотрите, кто здесь устроился с ноутбуком. Работает. Всю дорогу с кем-то болтает. И наконец-то согласился со мной, что люк это хорошо все-таки. Люк это шикарно. Ну как ощущения? Ощущения супер. Можно же обратно сама поехать. Я сама поеду. Конечно. Ты просто мне это, да, немножко. Да просто будь рядом. Хорошее слово, будь рядом. Если будут какие-то сложные повороты. И тут же мать мне, да. Мои ключики, да. Ну что, наконец-то. Время сейчас уже 4. Все это так долго длилось просто потому, что я прописана в деревне. Оформлять все нужно было в хачмазе. Чтобы это все не делать, я просто решила поменять место прописки. Я думала, это будет очень долго. Позвонила в Асанхид Мэтт. И мне сказали, что нет, там буквально 10-15 минут. Я подумала, чем ехать сейчас в ту сторону, там все это оформлять, еще терять один день. Просто надо было вернуться домой и забрать документы от моей квартиры. И теперь я проживаю в Баку. Официально у себя в квартире. Единственный момент, что ГАИ находится в одной части города, а я живу совершенно в другой части. И просто так прописаться с паспортом было невозможно. Нужны были документы от моей хаты. Поэтому пришлось вернуться назад домой. И это просто час дороги. Плюс еще были пробки. Брат надо мной прикалывается. Садись, да. Балета, что ты стоишь? Садись, да. Ты мне не мешаешь. Ты мне не мешаешь, садись. Я серьезно тебе говорю. Короче, сейчас я просто жду техпаспорт, чтобы он был готов. Мы забираем техпаспорт и едем домой. Ну что, я сейчас у себя во дворе в своей машине с черным салоном. Я изначально очень хотела светлый салон. Но сейчас я смотрю, что этот тоже смотрится очень классно. Тем более он заводской. Очень приятный, аккуратный. Нигде нету никаких затяжек, царапин. Каких-то пятен. Все очень аккуратно. Небольшой пробег. Здесь всего 50 тысяч. У меня 1,5 турбомотор. Год здесь 2019. В общем, в технических параметрах я не очень разбираюсь. Но когда я села в машину, я сразу поняла, что такой, знаете, свежачок. Свеженькая машина. Видно, что за ней ухаживали. Аккуратно водили. И я постараюсь тоже ухаживать за тобой, как за собой. Вообще, по идее, сегодня надо было помыть машину. И уже завтра отснять это видео. Но мне очень хочется быстрее опубликовать. Поэтому я покажу вам просто машину в грязном состоянии. Естественно, уже дальше во влогах. В чистом виде тоже я вам обязательно все дело покажу. Просто я сама самостоятельно заехать в это место, где моют машины, не могу. А брат уже поднялся наверх. А мне очень хочется заснять это видео и опубликовать прямо сегодня. Я долго рассказывала вам каждый этап. Там какие-то неудачи. Помните машину с оранжевым салоном? То есть не было такого, что я скрывала от вас. И раз я купила машину. То есть каждый этап своей жизни я вам рассказывала, показывала, снимала. Хочется выбрать то, что тебе по душе. Что тебе нравится на 100%. Не покупать, что попало. То есть меня многие отговаривали взять другие модели автомобилей. Но мне хотелось эту. И я прям спорила с братом. Но мне очень нравится Малибу. И пусть даже это будет ошибка. Пусть даже я куплю эту машину, например, через полгода продам. Разочаруюсь. Но это будет моя ошибка. И папа, и брат, не знаю, все меня отговаривали покупать Chevrolet. Но мне очень нравится дизайн. Мне нравится, как она смотрится. Салон. Ты все. Поэтому я решила просто послушать свое сердце. И будет как будет. Автомобиль я купила за 14 тысяч долларов. В принципе, я считаю, что для этого автомобиля недорого. Даже сидение двигается вперед-назад. Все электронно. Возможно, во многих машинах так. Но мне здесь очень нравится то, что по телефону можно разговаривать без телефона. Просто по блютузу подключаешься. И как бы все такое ощущение, что твой собеседник просто сидит рядом. И ты с ним общаешься. Естественно, я очень рада. И вы знаете, в первый день, когда мы только купили машину, позавчера, когда была сделка купли-продажи, вечером, я, если честно, немножко была расстроена. Мне было очень неудобно с зеркалами. И я немножко заехала на бордюр. После этого я немножко испугалась. И думаю, блин, как я теперь ее буду водить. Поцарапаю. Не знаю, кого-то собью. У меня появился такой страх. А все почему? Потому что обратную дорогу с братом решила ехать я. А там был дождик. Это была ночь. В этот день я спала всего 3 часа. Это был час пик. Очень много машин. И это было 20 января. Но, понятное дело, если взять все эти аспекты, мне было очень тяжело. Я думала, блин, как я буду водить эту машину. А правильно ли я сделала, что купила вообще автомобиль? Короче, самое главное. Мне нравится. Дай бог пересесть на Мерседес или на Теслу где-то через года 3-4. Пока что, естественно, я боюсь одна выезжать. И каждый день с братом я буду брата отвозить на работу, привозить по его делам. И тем самым набираться опыта вместе с ним. Он мне очень помогает на дорогах. И я уже чувствую себя как-то более уверенно. Потому что разница просто огромная. У инструктора была маленькая машина. Плюс она была не затонирована. А здесь зад я вообще ничего не вижу. Зеркала совершенно другие. Габариты намного больше. Она как игрушка. Просто ее настолько легко водить. А это огромное. Ее повернуть очень сложно. Я просто пока что ее не чувствую. Не чувствую ее габариты. Но я думаю, что все это со временем. Мама говорит, зря ты взяла такую большую машину. Училась бы на маленькой. А потом потихоньку уже пересела на какую-то большую. Сказать честно, я сразу хотела машину, от которой я прям буду кайфовать. Которая мне будет нравиться на все 100%. И в данном случае все получилось. Огромное спасибо всем за прекрасные слова, которые вы пишете в комментариях. Короче, теперь я девушка за рулем. Будьте аккуратнее на дорогах. Потому что я за рулем. Если честно, я хотела классные номера на машину. Но и в комментариях многие меня засрали. Сказали, если покупать уж хорошие номера, так покупать еще и дорогую тачку. Еще плюс родители, брат, все меня засрали. Поэтому я решила оставить эту машину с теми же номерами, которые были у предыдущего хозяина. Я уже притащила сюда духи, влажные салфетки. Все, что мне нужно. На этом, я думаю, пора закругляться. Вроде бы все я сказала. Ничего больше в голову не приходит. Вроде и в мукбанках это все говорила. И вроде и здесь сказала. Вам огромное спасибо за просмотр. Если вы тоже, как и я, боитесь садиться за руль, то я вам желаю этот страх преодолеть. Начать хотя бы с инструктора. А потом уже потихоньку сесть за руль своего автомобиля. В принципе, я хотела и с инструктором покататься на своей тачке. Но сейчас я, если честно, в этом не вижу особого смысла. То есть какая разница, сидит рядом брат или инструктор. Всех люблю. Огромное спасибо за просмотр. Пока.